Доброе утро, моя дорогая. Доброе утро. Добрый ухо. Как вас много? Ага. Как вы себя чувствуете? Ой, болит нога. Да. В непогоде, ага. Как давление ваше? Давление вроде бы сегодня нормальное. Нормальное, да? Сотрудник социального центра «Вера» Татьяна Рунова всегда начинает визит с вопросов о самочувствии. Одна из ее подопечных, Варвара Васильевна Полякова, человек активный, 30 лет, она является старшей по дому и решает вопросы соседей. Но несколько лет назад Варвара Васильевна перенесла операцию, теперь ей самой необходима помощь. И в магазин, и в аптеку. Ну, ой, Варвара Васильевна, сейчас прибежим, сейчас все купим. Все отлично. Если не было бы у нас социальной этой защиты, я не знаю, что бы мы делали. В Центре социального обслуживания «Вера» в эти дни пусто. Все занятия отменены, не проводятся кружки по программе «Активное долголетие». Но оказание помощи тем, кому она необходима, продолжается. А список дел, которые готовы выполнить социальные работники, весьма внушителен. Покупка и доставка продуктов питания на дом, оплата жилищно-коммунальных услуг, помощь в приготовлении пищи, помощь в кормлении, предоставление гигиенических услуг, выполнение процедур, контроль за приемом лекарств, оформление субсидий и другие. Услуги совершенно бесплатно оказываются инвалидам, а также женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Мария Дмитриевна Якушкина узнала о помощниках из Центра «Вера» из рекламы, собрала необходимые документы и теперь к ней будет приходить социальный работник. У меня очень часто бывает повышение давления, я гипертоник, я много принесла операций, и поэтому я считаю, что я нуждаюсь в этом. Два-три раза в неделю социальный работник посещает своих подопечных. 85 человек в Ленинском городском округе получают такую услугу. Но, как выясняется, главное для многих – это не помощь по дому или доставка продуктов и лекарств. Куда важнее человеческое тепло. Им очень требуется общение, ну, в общем, как сказать, они хотят побольше пообщаться, перенесешь продукты, всегда скажут посидеть там 10-15 минут, потому что люди одни. По сути, для многих социальный работник становится почти членом семьи. Переиначив известную фразу, можно сказать, есть такая профессия – людям помогать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.